Вернемся к блокчейн в обычном бизнесе, в реальном бизнесе. Зачем он именно здесь нужен? Иван, у вас уже есть 10 минут. Все подгрузилось. Всех приветствую. Здравствуйте. Я буду говорить про вещи, которые не в мейнстриме сейчас, которые про некое светлое будущее, но будущее близкое. Насколько близко сказать невозможно, сейчас все очень ускорено, но это точно не космические горизонты. Сначала про нашу компанию. Люди, которые основали то юрлицо, которое я сейчас представляю, работают над блокчейном уже 7 лет. Учитывая, что он существует 10, это огромный 40. Это огромная компетенция. В 2015 году ими был разработан первый смарт-контракт между человеком и машиной. Можно я немножко перерыву. Сейчас речь идет о Сергею Ланшакове. На самом деле, один из создателей намного шире. Потому что это люди, которые для нас являются экспертами действительно отрасли. Люди, которые бывают во всех городах, во всех хакатонах. Работают со всеми командами. Это огромная пропаганда того, что есть такая технология блокчейн. И, наверное, если бы я начинала с нуля как техна, вот это те люди, к которым надо обратиться. Спасибо. В 2015 году был сделан один из первых в мире. Буквально единичные случаи были на тот момент. Настоящий контракт между человеком и роботом. Это очень важный пункт. Потому что практически до этого момента, в принципе, понятие блокчейна не было известно никому. Отдельно от валюты его, в принципе, никто не понимал, наверное. А то, что блокчейн – это технология, которая позволяет гораздо больше, чем просто платить деньгами между континентами, мало кто понимал и кто знал. И вот это были одни из первых экспериментов, очень важные. И за последние годы эти ребята ездят по миру, ну, практически постоянно. Вроде того, что пару месяцев назад они были экспертами на митапе в Европарламенте по профильной теме. Это показатель того, что команда, которую я представляю в том числе, она обладает именно в технологии блокчейна достаточно большими компетенциями. Я пролистаю теорию, если что, мы к ней вернемся. При чем здесь промышленность? Вот с финансами все понятно. Когда вы можете расплачиваться в условиях санкций, это понятно, это привлекательно и хорошо. Но сама промышленность, она за последние годы очень сильно изменилась. И вот все мы знаем, что Нива производится в пятый десяток лет. Я думаю, многие согласятся, что это не здорово. За последние десятилетия жизненный цикл товаров сократился очень стремительно. И год, ну, два, некоторые товары производятся меньше года. То есть, вплоть до того, чтобы их снимать, производство выпускает следующий. Если у вас фабрика производит, то, соответственно, это постоянная переналадка оборудования, постоянная остановка, постоянные убытки. Соответственно, конкурентность предприятия достигается в том случае, если ваше производство умеет быстро переналадиться. Вы получаете прибыль там, где остальные уже разоряются. На современном высококонкурентном рынке это очень серьезно. Но, естественно, если вы переналаживаете каждый станок в отдельности, это безумно долго, ну, кейс не жизнеспособный. Если вы умеете переналаживать линию производственную в целом, это уже лучше. Но идеальный вариант, когда вы переналаживаете весь завод. Это и есть тема индустрии 4.0, когда у вас автоматический завод. Там людей нет, либо эти люди очень штучные. Соответственно, мы получаем ситуацию, когда завод может выпускать поточно индивидуальную продукцию. Вот как модельер шьет одно платье штукой, это стоит безумных денег, потому что это штучные производства, это там все ручные подходы и так далее. Так целый завод, представляете, автобаз, который выпускает не огромное количество однотипных машин, а каждая машина уникальна в чем-то, вплоть до того, что там где-нибудь выгравили на машине. И это технически возможно, и это практически не будет добавлять стоимости к массовой продукции, если это в идеале будет реализовано, как это немцы вложили в концепции индустрии 4.0. Но на самом деле, когда у вас просто автоматический завод, это еще не то. На самом деле нужно, чтобы человек во всей цепочке отсутствовал. И это возможно. Вот в данном образе мы показываем. Люди создают спрос, потому что это нужно. После чего завод, отслеживая этот спрос, сам вырабатывает тот продукт, который надо произвести, чтобы спрос удовлетворить. Он сам себя переналожит под это производство. Ну, естественно, в каких-то рамках, которые он назначально может. Текстильный завод не сможет производить машины. Но внутри этих рамок он достаточно гибкий. Он производит ту продукцию, которую ожидает потребитель. И теперь в нашей нынешней реальности человек должен найти того логиста, который перевезет товар, который с продавцами наладит отношения. То есть человек из этой схемы органично не может быть исключен на данный момент. Это проблема техническая, в первую очередь. Но технология смарт-контрактов может реализовать взаимодействие между автоматами настолько удобно, просто и органично, что завод сам выставит лот по доставке его определенной продукции. Беспилотный грузовик, на целом это логистическая компания, тоже автоматизированная, приезжает на место, забирает этот товар, делает отметку в смарт-контракте, что он берет на себя какую-то функцию по доставке. После чего он приезжает на условный склад, где местные роботы, которые совершенно другие собственники, другие, у них внутренняя база данных, он просто этот товар принимает, ставит отметку в смарт-контракте, что часть грузовика, часть работы выполнена, грузовик получает свою оплату. Смарт-контракт продолжается на схвате. После чего схват доставляет его конечному потребителю, смарт-контракт закрывается. В цепочке человек участвует в двух местах, в начале и в конце. В промежутке человек не нужен вообще. Ну, естественно, в идеальном случае. И вот эта ситуация на данный момент выглядит достаточно футуристично, хотя именно вот комбанда, которую я представил в самом начале, Aira, уже сделала это в макете. Видео я побоялся загружать, может сейчас с техникой проблемы возникнуть, но потом, если захотите, покажу. У нас есть макет, размером примерно два на два, который запрограммирован настоящими промышленными контроллерами Siemens. И в этом макете шесть независимых экономических игроков. Четыре завода, два логистических комплекса. Заводы реагируют на тот спрос, который создают игроки, люди. Выбирают тот товар, который они будут производить в том объеме, который они считают целесообразным в некой экономической модели. Формируют заказ у логистического склада сырья, производят условную игровую продукцию, заключают договор с логистическим складом готовой продукции. Вот здесь показана маленькая динамичная модель. Вот первый склад сырья, промежутки условный завод, в конце готовая продукция. Только у нас в макете заводы в четыре, они еще и конкурируют друг другу. Повторюсь, это сделано на промышленных контроллерах, на настоящих. То есть, вот эта модель с минимальными доработками можно перенести на настоящее производство. И это уже доказывает некоторую работоспособность. Какое это может быть производство, чтобы заказчик чая не ждал, когда все произведется? В каком производстве это может относиться? В идеале любому, но на ближайшем горизонте, например, легкая промышленность. Неспроста именно она в свое время англии приняла. Это я буквально пальцем в небо, потому что на самом деле, что выстрелит, не так понятно. В начале человек, это не обязательно заказчик-покупатель, это может быть инвестор, который предполагает, что в ближайшее время его инвестиции максимально окупятся в этот образ. И вот, что именно такие товары будут ожидаемы. Завод генерирует продукцию, потом в конце тестируется спрос, но не угадали, не угадали. А сырье у кого? Такие же заводы? Да, такой же автоматический комплекс, ну например, который комплексно мы его воспринимаем. Вот добыча руды до каких-то сырых болванов. Повторюсь, это уже сделано в железе, это не какая-то теория, не какая-то выкладка. И у данного макета есть возможность контролировать удаленно его работу. Даже не контролировать, а мониторить. Например, в случае с владельцем бизнеса. Я владелец завода, я могу через свой удаленный интерфейс, смартфон, посмотреть, что производит мой завод в данный момент. По какой цене? Почему он так решил? Кому он будет продавать? Ну какие-то базовые параметры. Но делать он будет все сам. А потребитель получает возможность по всей этой площади увидеть ту информацию, которая для него открыта. И вот эта вторая часть у нас сейчас уже реализуется с партнером в Тольятти. Это кейс тоже пилотный, но он уже прямо на реальном производстве. В ближайшие месяцы мы закончим техническую часть, и потребитель, приходя в магазин, получит возможность прямо у витрины со смартфона просканировать QR-код, увидеть, когда был произведен товар. Вот здесь экран. Какая температура была в холодильнике на производстве? Сколько времени он там провел? Когда он был перегружен в грузовик, сколько там времени? Были ли разрывы, где торт мог разморозиться? Это скоропорчистый продукт. Теперь, если мы этот кейс разобьем, приходя в магазин за креветками, вы не будете шуршать пакетиком, пытаясь понять, разморозилась она в дороге или нет. Вы сможете просканировать и увидеть. А поскольку записи, и вот тут, собственно, а к чему все это? Записи занесены в блокчейн, они не изменяем. Как уже говорилось ранее, в мире еще ни одного кейса полностью выведенного в бизнес не существует. ВОМАСТ, IBM, кейс в прошлый день, да. Это регламент ЕС, там централизованная система, это первая безопасность ЕС, но его можно плавить. Когда мы говорим про приватный блокчейн, там немножко все в соговорах. У тебя немного минут осталось, да? Если можно, вот финализируем их, хорошо? Собственно, все это к тому, что блокчейн, как технология для реального сектора экономики, для бизнеса, на данный момент это не очень понятная история. Мы, компания исследовательская, мы делаем пилотные проекты, эксперименты, в том числе ищем, кому интересно было бы на своей площадке такие эксперименты провести. Но наши эксперименты показывают, что применить блокчейн в бизнесе не в денежной его составляющей, где вот на этом, казалось бы, очевидно, да, и даже не в документообороте, где-то тоже интересно. Но это действительно даст бизнесу некий толчок, продолжая тему стартом. Конкурентная продукция, да. Но теперь вы единственный, кто может на рынке предложить продукцию, в которой у покупателя есть уверенность. Это практически то же самое, что органические продукты, которые стоят в целый раз дороже. Но вы понятия не имеете, чем они отличаются от таких же на рынке. Вы просто ему верите на слово. Здесь вы получаете возможность убедиться, что дата производства не переклеена, что он нигде не разморожен. Это, естественно, не массовый продукт, некий премиум, но это уже для бизнеса реальная возможность подзаработать или, если не в цене выиграть, то в конкурентности. Можно вопрос? По логистике все понятно. С точки зрения маркетинга, как вы определяете, вот вы говорили несколько раз, упомянули, что спрос, вот что хотят и таким образом вот это поставляется. Все равно спрос это эмпирическое, оно же формируется. С точки зрения маркетинга, это игровой спрос. В случае с нашим видением того, как это может работать, это все-таки инвесторы, люди предполагают. Я уже говорил, что они в цепочке в начале есть, потом они потребляют. Зачем же затем их выкидывать, экономика без человека? Так, а как потребляют, как вы определяете, что будет потребляться? Не купил, не купил. То есть методом тыка, что ли, получается? Ну, а сейчас это не так происходит. Ну, мне кажется, отчасти не так. Вы просто упомянули легкую промышленность, там есть такие эмпирические вещи, как понятие моды и так далее. Ну, я бы не хотел скатывать сейчас в дискуссию, но у нас ограничено по времени. Нет, на самом деле, конечно, мы тут можем продлить тематику и по искусственному интеллекту, и по различные способы машинного обучения, когда мы на самом деле можем прогнозные данные строить. Но, опять же, рынок и мир вообще растет так быстро, включая вашу пример против стиля. Действительно, мода меняется намного быстрее, хотя ее тоже можно прогнозировать. Последний тезис еще важный скажу. Смарт-контракт позволяет роботу самостоятельно совершать экономические действия. Это очень сильно отличается от того, что сейчас происходит с автоматизированными транзакциями на вашей карте. Это вообще не то же самое. Но, опять же, я погружаться в это могу потом в приватном беседе, чтобы время не отнимать. Техническое обслуживание. Робот может сам себе заказывать техническое обслуживание и сам его оплачивать. Цельсообразность определяет техническое обслуживание? Цельсообразность вы запрограммируете. Если он, например, отслеживает у себя состояние и видит, что он сломался, это целесообразно. А если он не видит, так вот, как он сломался. Как раз, как внесено в смарт-контракт. Как раз о чем я сейчас говорю. Да, давай финализируем. Мы выбираемся к проблемам датчиков, когда он сам при себя это может понять. Но часть таких вот работ уже сейчас может быть выведена в автоматизацию. И это означает, что теперь автоматические системы, но они действительно автоматические. А не просто какая-то часть этого полуавтомата работает сама. И вот ожидаемые эффекты. На долгосрочке я вот краткую срочку тоже потом смогу рассказать. Но полностью автономные предприятия, полностью автономные производства. Например, доставка нефтепродуктов с мгновенной оплатой без документооборотов. И эти кейсы уже действительно есть. Причем Petroleum Trading – это российская фирма, которая в феврале, по-моему, провела торги на нефть в блокчейне. Спасибо у меня. Сейчас все. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.